МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь можно с комфортом. В Махачкале в торжественной обстановке открыли обновленный центр занятости. Протянем руку помощи. В еженедельной рубрике расскажем о девочке, которой жизненно необходимо дорогостоящее устройство. Сильнейшие борцы со всей страны приедут в Дагестан. Наша республика во второй раз в истории примет чемпионат России по вольной борьбе. Четверо пострадавших в аварии рейсового автобуса Краснодар-Махачкала переведены из Ингушетии в столицу Дагестана. Один из пассажиров все еще находится в тяжелом состоянии. Его перевезли в республиканскую клиническую больницу. Ситуация находится на контроле у Минздрава республики. В Ингушетии остаются еще несколько пострадавших. Их транспортировка в данный момент нежелательна. Остальные, получившие более легкие травмы в ДТП, были выписаны на дальнейшее амбулаторное лечение. Напомним, авария с рейсовым автобусом произошла 16 февраля в Ингушетии. 14 пассажиров получили травмы, а водитель автобуса погиб на месте. Дану было поручение забрать наших пациентов, жителей республики. Для того, чтобы вложили, родственники были рядом. Поехали в Сунжу, посмотрели пациентов. Тех, кто был транспортабельным, привезли сюда Махачкову. Там осталось еще три пациента. Було тяжелых и одна супруга тяжелого. Сюда привезли одного тяжелого пациента и троих пациентов в средней степени. Орудием убийства стал подаренный кинжал. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 41-летний житель Табасаранского района, который нанес смертельные ранения своему 54-летнему товарищу. Инцидент произошел в Махачкале в доме по улице Кулиева, где двое друзей проводили время с завесенным застольем. Задержанный рассказал, что позже к ним присоединился общий знакомый. Когда хозяин ушел в магазин, между ними произошел конфликт. Со слов подозреваемого, оппонент набросился на него с кинжалом, который он до этого преподнес другу в качестве подарка. Готовый стоял, вытащенный с кинжалом, который я поднял Рашиду. На нем уже чехла не было. Я сперва даже не заметил, когда я зашел, когда я уже голову поднял, он смотрю, что бахнул. И я взял его, руку, где ночь есть, поднял локоть и вот так загнул его. Это время в ночь зашел у него внутрь и упал. Но он все-таки старался на меня царапать, кидать. Он не успокаивался. Не собрали, что делал. Не вытащил, два раза еще ударил. Не испугавшись, взял его от него сзади забора и через минуту перетянули его. Обновленный центр занятости населения появился в Махачкале. На проведение ремонта было выделено 25 миллионов рублей. Здесь будут помогать составлять резюме, размещать документы на сайтах по поиску вакансий и даже готовить к собеседованию. Консультанты также окажут помощь в подборке сотрудников для работодателя в разных бизнес-ситуациях. Отметим, что центр открыли в рамках федерального проекта содействия занятости национального проекта «Демография», который реализуется в республике с 2022 года. Служба будет работать на единой цифровой платформе «Работа в России». С 2022 года мы приступили к комплексной модернизации всей службы здравоохранения республики и занятости в ней. Так, в Махачкалинском центре занятости осуществлен масштабный ремонт помещений, переоснащение рабочих мест, проведено переобучение сотрудников. В настоящее время в центре работает 40 человек, организовано 8 окон приема. Как в стране в целом, так и в республике Дагестан должен максимально быстро и гибко адаптироваться к новым изменениям экономической конъюнктуры. И в этом плане большая ответственность лежит на качественно организованной работе в центрах занятости. Мы и дальше продолжим модернизировать центры занятости в республике. К 2024 году планируется модернизировать еще более 50 служб. Протянем руку помощи. Мы продолжаем рассказывать истории людей, нуждающихся в поддержке. Чтобы помочь, достаточно будет пожертвовать любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы скоро увидите на экране или через мобильное приложение фонда Инсан. На прошлой неделе на вторые сутки после выхода с сюжетом мы собрали 302 900 рублей для 9-летней Камилы с диагнозом аутизм. Сегодня вместе с фондом будем помогать маленькой Фатьме, страдающей ДЦП 5-й стадии. Подробности в сюжете Лорианны Шамхалаевой. Давай, моя хорошая. Давай, Патимочка. Мама всегда поддержит и направит. Но маленькие ножки все равно не слушаются. Однако такие тренировки, причем не только для ног, но и для рук, обязательны. Иначе мышцы могут атрофироваться насовсем. Открою ручку, открой. Вот так, молодец. Фатьма старается разжать ручку и улыбается. Она все понимает, говорит мама Амина. Мои хорошие, мои милые. Но ежедневно малышке приходится преодолевать патологический мышечный тонус и неконтролируемые движения. У нее задержка психического развития, нарушение речи, слуха и зрения. Все это симптомы ДЦП. А ведь изначально она родилась здоровой, вспоминает Амина. Моя Фатимка родилась на 27-й неделе. И после рождения нормально было все у нее. Ну, в течение месяца она лежала у меня в реанимации. И нам позвонили и сказали, что у моего ребенка кровоизлияние головного мозга третьей стадии. И сказали, что у нее гидроцефалия. Ну, ей поставили как бы этот диагноз. А потом нас перевели оттуда в многопрофильную больницу ОПН. Там лежали мы где-то 15-20 дней с ней. Там нам поставили диагноз, что у нее голова маленькая, микроцефалию, какие-то сантиметры маленькая у нее голова. А точный диагноз нам поставили только в год. До тебя спастический тетропорез. И дальше начали мы лечиться. Семья ютится в небольшом съемном домике на окраине города, чтобы сэкономить на аренде жилья. Фатиме требуется постоянное лечение и обследование, на которое уходят немалые средства. Именно поэтому отец малышки с утра и до позднего вечера на работе. На пределах Дагестана мы не ездили, только здесь проводили лечение, потому что мне других детей было не с кем оставить. У меня еще помимо Фатимки две девочки, они ходят в садик. Мне как бы тяжело с ними не с кем оставлять их, за это у меня не получается никуда ездить. Муж тоже, как может, помогает, тоже работает. Это нелегко нам все это делать, как бы. Но эти деньги нам ни на что не хватает. Можно сказать, только пенсии и детские деньги получаем. И муж там тут подрабатывает. Накопить 335 930 рублей у семьи не получается. Но ребенку по советам врачей необходимо приобрести специальный аппарат, который поможет Фатиме принимать вертикальное положение. Поспособствует формированию правильной осанки, поддержит внутренние процессы, дыхание, циркуляцию крови и лимфы. Нам нужен вертикализатор для того, чтобы поставить на ноги Фатимку. Для дальнейшем, чтобы моя девушка ходила, нам она очень нужна. Если полностью излечить ДЦП невозможно, то избавить малышку от болей, приспособить к бытовой жизни вполне реально. Чем быстрее удастся собрать средства на вертикализатор, тем скорее это произойдет. Помочь Фатиме можно, перечислив любую сумму, перейдя по QR-коду на вашем экране или через мобильное приложение фонда Инсан. Протянем руку помощи, не будем равнодушны. Лориана Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Каспийском колледже архитектуры и строительства прошел финал конкурса по книге «Благонравие праведника». Первый этап проходил в виде тестирования среди всех студентов. По его результатам определились дети финалистов. Итоги конкурса подведут на церемонии награждения. Победители ждут ценные подарки, а всех участников – сертификаты. Организатором выступил местный отдел просвещения Муфтията Дагестана. Отметим, что автором книги «Благонравие праведников» является духовный лидер республики Шейх Ахмад Афанди. Не сложно. Я прочитала всю книгу, интересная была книга. И вопросы тоже, ну, легко запоминаются ответы. От имени администрации, от имени, от себя и от имени учащихся выразить вам огромную благодарность за ту работу, которую вы проводите. Вы вообще-то очень нам помогаете в этом смысле. Дети многие прислушиваются, многие становятся на правильный путь. Поэтому спасибо вам. Мы делаем одно дело. И о спорте. Дагестан во второй раз в истории примет чемпионат России по вольной борьбе. Об этом сообщает сайт Федерации спортивной борьбы страны. Соревнования пройдут в середине июня в Каспийске. Сильнейшие вольники России соберутся во дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. В последний раз главный внутренний турнир проводился в Республике в 2015 году. По итогам того чемпионата была сформирована сборная команда для участия в Европейских играх в Баку. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok